Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Спасибо, спасибо большое Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа Очень рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге Символично, что именно этот город традиционно принимает международный культурный форум Ведь наша северная столица – уникальный пример взаимообогащения российской и других мировых культур Санкт-Петербург создавался выдающимися зодчими самых разных стран Здесь концентрация гениальных достижений великих литераторов, музыкантов, учёных, актёров, мыслителей В самом широком смысле этого слова Творчество которых стало неотъемлемой частью культурного наследия всей нашей планеты Санкт-Петербург – это и одно из зримых воплощений той самой всемирной отзывчивости русского народа Русской души, о которой в том числе писал и Фёдор Достоевский Способности осмысливать, принимать и развивать всё самое лучшее Не подчёркивать различия, а находить общее Подниматься на высоту взаимного духовного обогащения и вместе идти вперёд Именно такие принципы испокон веков близки России и нашему народу, стране Цивилизация, которая бережно хранит языки и традиции всех населяющих её народов И является собой уникальное единство множества самобытных культур Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо А взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития Ведь среди главных причин нынешней напряжённости в мире Именно претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность Их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации Причём по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия Обернулись подавлением и обеднением культур Многократно умножили конфликтный потенциал Мы убеждены – будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур За самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается К счастью, такого диалога призван стать, так я понимаю, и нынешний форум объединённых культур Мы верим в стремление творчески мыслящих, просвещённых людей строить справедливый, устойчивый и безопасный мир Верим в то, что это искреннее стремление к улучшению ситуации в мире Мир во всех значениях, которые это слово имеет в русском языке Мир как согласие Мир как общество Мир как всё человечество Вся планета Знаю, что участники форума насыщенную программу для себя приготовили И одной из ключевых тем дискуссий стало познание истории через культуру Надо отметить, и это очевидная вещь, что архивы, документальные свидетельства событий, первоисточники Ну, сегодня вроде они как бы доступны всем Но, во-первых, не всем, а во-вторых, и работают с ними в основном-то всё-таки специалисты, профессионалы Большинство же людей черпают знания о прошлом из книг, из кино, театра, живописи, музыки А правду об истории, о самых сложных страницах прошлого дают, безусловно, шедевры мировой культуры Русской, европейской, американской, китайской, индийской, арабской и многих других Однако, тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно в переломные моменты истории Подлинное искусство, что называется, кость в горле Оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям Мешает стравливать людей Поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе При этом всё, что не укладывается в их исторические подделки, просто вычёркивается Замалчиваются целые пласты истории искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки Как будто и не было ничего А нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять Я говорю, именно пытаются, потому что по определению мы понимаем, что это невозможно Но, тем не менее, отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность Политика отмены России сама по себе, по сути своей, антикультурна Неоколониальна, расистка по своей сути Но правда в том, что с этой пресловутой отменой, как и с антироссийскими, так называемыми, санкциями У авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось Один из многих примеров тому, огромный интерес к, скажем, конкурсу Чайковского Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек В современном мире отменить такие вещи невозможно просто, просто невозможно Странно, что люди, которые пытаются это делать, этого не понимают Кстати говоря, из этих 50 миллионов человек, большая половина жителей Европы Которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему границ не знает Так было всегда, так есть и так будет, безусловно Тем более в наше время бурного технологического прогресса, который создает и колоссальные возможности, но, конечно, и создает новые риски Мы обязаны просчитывать последствия этих фундаментальных тектонических процессов достижений генетики, квантовой механики, технологий искусственного интеллекта, других новатерских направлений Данная проблематика тоже стала, насколько я понимаю, темой нынешнего форума И это, безусловно, логично Только культура способна обеспечить безопасность, разумность внедрения инноваций Она, культура, самый естественный этический регулятор технологического прогресса Организаторы форума предлагают рассматривать ее как основу общественного развития гуманизма Являясь носителем национальной идентичности, традиций и веры отцов, она служит гарантией сбережения наших духовных корней Это крайне важно и для человека, и для страны в целом Защищает от всего наносного, сиюминутного, дает устойчивость при любых вызовах Служит тем нравственным ориентиром, который позволяет нам в самых сложных условиях оставаться людьми Весь мир был потрясен известием, что легендарная античная триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушена террористами А для нас уже само слово Пальмира тоже символ Хочу обратить ваше внимание, российская часть аудитория знает об этом хорошо Скажу нашим друзьям и гостям из-за границы Дело в том, что северные Пальмиры время от времени называют и город, в котором мы находимся Санкт-Петербург И во время блокады нацистские варвары, их сателлиты, также пытались уничтожить наш город В 2016 году, после освобождения Пальмира Сирийской, наши специалисты из Института Истории и Материальной Культуры Приняли неотложные меры по спасению памятника Обследовали руины арки, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО И уже скоро вместе со своими сирийскими коллегами приступят к его реализации Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная В нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости Так же, как и забота о сбережении нашего общего достояния Имею ввиду сейчас русский язык Он был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру Подтверждение тому и инициатива президента Казахстана господина Такаева Учредить международную организацию по русскому языку Предложение было, безусловно, поддержано Россией и нашими коллегами, лидерами стран СНГ Но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти В следующем году Россия председательствует сразу в двух международных объединениях БРИКС и СНГ По линии культуры запланирована большая программа Рассчитываем также на наращивание культурного, гуманитарного сотрудничества с государствами Шанхайской организации сотрудничества ОСЕАН Ведущими региональными объединениями Африки и Латинской Америки На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание На ее развитие идут значительные средства Снижение мы, конечно, не планируем Напротив, будем искать дополнительные резервы Поддерживать творческих людей и организации программы охраны памятников и развития исторических городов Запускать уникальные проекты на основе цифровых решений К примеру, такие, как уже действующая Пушкинская карта Эта культурно-посвятительская программа для молодежи Дает возможность каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет Посещать за счет государства музеи, театры, концертные залы, другие учреждения культуры И такие общедоступные программы в сфере просвещения Не только открывают искусство для молодых людей, для молодежи Они служат утверждению принципов равенства и социальной справедливости Созидательную роль в развитии культуры играют и отечественные предприниматели Они занимаются сохранением культурного наследия народов России Открывают новые креативные пространства, в том числе на месте бывших промышленных зон Пополняют собрания наших музеев, библиотек ценнейшими артефактами И делают это по велению сердца Такая миссия заслуживает самой глубокой признательности Процесс участия предпринимателей в развитии культуры носит наднациональный, объединяющий характер А значит, инициатив бизнеса, институтов развития России, экономик, евразес, брикс, шосс будет больше В этом нет никаких сомнений И тема так называемой деловой культуры, меценатства Станет традиционным пунктом, надеясь на это, пунктом повестки форума Подчеркну, Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения Кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия Восбережение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств Залог успешного развития человечества и форум объединенных культур Его дискуссии и идеи, призванные содействовать достижению этих целей Привлекая все больше авторитетных и молодых творческих деятелей Педагогов, ученых, предпринимателей и меценатов Он способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере Безусловно, Россия готова обеспечить такую работу Вам большое спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы с нами Благодарю вас за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...